Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат! С вами с этим мастер фид Максим Амариев и мы посмотрим сейчас события 11 тура турнира претендентов где встретились у нас два главных фаворита Яни Помнящий и Фабиана Каруана и сразу скажу, что в этом туре были сюрпризы Начнем с наименее значимой партии Алексейнка ванхау потому что эти парни пока не особо принимают участие в борьбе Ванхау в полтиннике Вот у нас, в принципе, такой остренький дебют СА6-G5 накатил в духе гроба, черного гроба Но получил по дебюту небольшой перевес Кирилл здесь Коня на Ф5 повел Ферзь Б3 вынудил рокировку Но может быть можно было сразу Ферзь С2 сыграть Он тут с потерей темпа это сделал Но зато слон Д2 хороший ход нашел На ладья Д8 Ставим ладья Д1 сыграть, нет взятия За слон С1 теряется ладья Ну а на слон А6 последовало С4 Чтобы пешку не отдавать Коня на Д5 выскочил Ладья Е1 Может быть поаккуратнее было ладья Д1 сыграть А лучше всего слон Б4, чтобы спровоцировать ход С5 Ведь там висит ладья на Ф8 Которую мы хотим отведать Поэтому после С5 и слон Д2 Коня на Д5 становится вечным, красивым таким Идеальным скакуном Ну а Кирилл сыграл ладья АЕ1 После Ф5 поменялись Слон Б4 Здесь конь уже не столь прочно стоит на ногах Его съели Вот он пошел в контру здесь Кирилл Ну лишняя пешка у черных Но король слабый Плюс пешки вот эти слабенькие То есть есть компенсация Тут начал давать шахи Съел пешку Но потерял свою Пока что лишняя по-прежнему есть Но плохие пешки слабые Король слабый В результате здесь В этой позиции они согласились на ничью Ну может Ванхау мог Чуть лучше редакции H3 провести Чтобы как-то пешка здесь была вживая Как-то ферзем на эту напасть Но он что-то не стал париться Поэтому партия закончилась в ничью Они же гири против День лежения Они же у нас один из лидеров турнира Поэтому партия была очень важной Испанка здесь Забрал на C6 Д3 Ну в целом Считается, что здесь у белых Ничего особенного нету Все-таки у черных два слона Ну очевидно, что это заготовочка Вот конь залез на А5 Нападает на Б7 Можно было, конечно, здесь как-то Ладья Б8 сыграть В 2-0 уйти Но Денька идет на войну Ему нечего терять Игра у нас при разносторонних рокировках Слон же 4 ход Вот начиная с этого момента Есть вопросы к Деньгу Все-таки, наверное, стоило играть А6, Ж5 Как-то так наступать Он решил подвязать коня сначала Ну а Ниш играет более логично С3 хочет Б4 А4 здесь просто накатывать С5 Ну это противодействие Ходу Б4 Но вообще Не рекомендуется Дергаться там, где ты слабее Где тебя атакуют Пешки надо было держать На своих позициях Исходных Но забыл об этом Правиле Динг И вот как-то так Решил перестроиться Чтобы поле C7 появилось У слона Видимо, этот конь его достал Он захотел его выгнать отсюда Он, конечно, его выжил Но слишком большой ценой Прослабли поля F5 играет Пожертвовал пешку Но здесь по линии F Давление Кстати, вот здесь Не такая плохая позиция у черных Но все испортил ход G5 То ли зевок То ли непонятно что После EF G4 Он еще здесь играет И вот здесь, наверное, конь G5 Зевнул в промежутке H4 Вот такую перестановку Атака захлебнулась Хода G3 нету Потому что здесь Мы съедим слона В общем, надо было играть Вместо G5 Как-то F, E И по линии F Давить здесь Динлижению Например, ладья F8 Конь подвисает Ну, либо сначала здесь сесть Да, чтобы ладью у нас не сели Теперь ладья F8 Проблемки Проблемки Ну, вот он сыграл Здесь G5 В этой позиции Уже атаки нету А после конь E4 Жертвует фигуру у нас Они же гири Ну, как выяснилось Атака чудовищная Пешка на A6 плохая Линия B вскрыта А у черных фигуры Не скоординированы В результате здесь После конь D6 Еще вот такого задвижения И D4 Пешка на A6 зависает На E5 висит После C5 Конь C5 Ладья E8 И ферзь C4 Просто сдался Денадлежение Хотя можно было Еще побороться Немножко Но грозят Всякие Отскоки Конем Как минимум Типа конь B7 Я думаю Как можно было Посопротивляться Может быть Ладья C6 Хотя бы Вот так Чтобы не было Шахов Ну тут даже Ход D5 Есть Или ферзь B4 С B4 Например Грозим здесь Вторгнуться Ну в общем Можно было Поиграть Видите Здесь еще Сразу матов То нет Подвязываем Ладью Где-то Д5 Потом готовим Не ну борьба Продолжалась Но Динг Что-то спекся Совсем И здесь Уже сдался Друзья Пока следующую партию Не начали разбирать Подпишитесь На наши Инстаграм и Телеграм каналы Там самый свежий И актуальный Контент Под шахматом Следующая партия Александр Грищук Против Максима Вашьи Лаграва Отличный вариант Сицилианки Кстати Рекомендую вам Взять его на вооружение Вот здесь После конти-6 Играм ферзь D2 И B3 Реально Это для Уровня Бобра На нашем канале Часмастер лайф Для спонсоров Уровня Бобра Я этот вариант Показывал Можете посмотреть Вариант хороший Вот Сулна 6 Это самое принципиальное Продолжение Е5 Здесь сыграет Черный Давит на пешку Но белый Ее пока защищает 2 0 3 0 Сулна Е6 Король Б1 Отошли А5 А4 Чтобы не было А4 Ферзь B6 Но пешку на Александр Горячук Ну просто Ну просто нечего На него напасть Где-то хотим Сесть на Ф4 Ну в общем Определённый Сумбур В ряды Белых Вносил этот Ход После Слон G7 G4 Ну реально Наверное Потому что Грозит Размен Король А2 Пришёл Сыграть Ладья Д1 Хочет Разменять Ладью Ваш Елограф Ну для тех Кто не понимает В чем Собственная угроза Например на ход Б6 Мы бы просто Съели Ферзь H5 Грозит Манс Ферзь H8 Нет защиты Поэтому После Короля А2 Ладья Даггин Играет МВЛ Ну и тут Уже на падающем Флажке Александр Поднимает Сильнейшее решение Ладья Бьёт H5 Жертва Ладь На ЖА Ладья Бьёт H5 Без Ладьи Играет Без Чистой Ладьи Но есть Страшнейшая Угроза Ферзь H2 И либо Ферзь H4 Например На Ферзь D2 Есть Ферзь H4 Ход И Ферзь H7 Мат Просто Нет защиты От него Никакой Ни единой Защиты Нет Но напротив Александра Играл Элитный Высочайшего Уровня Гроссмейстер И он За секунды Нашел Единственный Ход Ладья D4 Казалось бы А что тут Ладья делает Как она вообще Препятствует Ходу Ферзь H2 А препятствует На самом деле Потому что Последовал бы Ладья Бют H4 В этом Весь замысел И на БА Ферзь H6 Шах Тут уже Белым Надо искать Пути для спасения Потому что Ладья Вот так Вторгается Ферзь B6 Шах На самом деле У черных Тоже тут Нависает Мат Поэтому Им приходится Искать Вечный Шах Вот таким Таким Образом Его давать Соответственно Здесь Грещук Нашел Сильнейший Ход Ладья H1 Прикрыли Первую горизонталь Хотим сыграть Ферзь H5 Ладья Бют H4 Жертва Ну а что Оставалось Если Ладья D1 Играть Например То здесь Ладья H3 Был ход Такой Неплохой Например Если Этот же Вариант Повторять То здесь Мы можем Съесть Как Минимум И Ферзь H5 Есть Ход Ферзь отсюда Поле D1 Контролирует Но это Такая Хитрость Небольшая Военная Поле D1 Контролирует И Хотим Поставить Мат Например Вот если В этом Варианте Ну как Было В партии Если Здесь Сразу Брать На D4 То Ферзь H3 Следует Ладья D4 И Теперь Чтобы Нам На Поле H8 Напасть Только Одно Поле Есть Ферзь H2 Ну тогда Ладья D1 Мат Там Пиндюрят Поэтому Здесь Очень Важно Чтобы Ферзь Напал На Поле H8 Именно С Поле H5 Контролируя Поле D1 Ну такие Нюансики Все Это Посчитал Грещук Но У Эмвела Тоже Нашелся Достойный Ответ Ладья А4 И После Король B1 Вот Здесь Кульминационный Момент Был Очень Четкий Ход Ладья H4 Который Форсировал Переход Вот В такой Эншпиль Материальное Равенство Ну и Строго Говоря Позиция Равная Как Вы можете Видеть Сейчас Столбец Стабилизировался По центру Это Равная Позиция Была бы Но МВЛ Решил Отдать Ферзя Играть Вот эту Позицию Две Ладьи Против Ферзя Но Здесь Грещук Играл Как Бог Просто Слон Бьет Е5 И Ферзь B7 Отличный Ход Нельзя Забирать Слона Из-за Ферзи 2 Шах И Ферзь H2 Вилка Мы Забираем Ладью В результате У Грещука Лишняя Пешка Здесь И МВЛ Тоже Попал Цейтнот И Принял Неверное Решение Переходить Вот в этот Эншпиль Ладья Бьет C2 Конечно Он бы И здесь Проиграл Пешка Б Пошла Вперед Но Он Неверно Оценил Эту Позицию А Грещук Здесь Погрузился На Полчаса На Длительные Раздумья Мучительные Но Все Верно Оценил Реализовал Партию Довел До Победы Защитил Пешку Повел Короля Вперед Пешка Б Пошла Вперед Ну И МВЛ Был Сломлен Даже Не Стал Проверять Варианты И Просто Сдался Здесь Просто Сдался Ну А почему Он Это Сделал У вас Наверняка Такой Вопрос Возникает Зачем Он Это Сделал У Все Очень Просто Если Играть Сюда Королем То Король Д5 Ну Что На Король С7 Б6 Просто Можем Задвинуть Слон Е5 Ну Как Один Из Вариантов Меняются Слоны Если Черный Отвлекается На Пешку Б6 Мы Отдаем Но Взамен Забираем Пешку Ф7 Как Раз Таки Вот Наличие Второй Пешки Обеспечивает Белым Победу Именно За счет Нее Благодаря Ей Белые Смогли Обеспечить Себе Победу Ян Фабиано Как Я Вчера Спал Ел Готовился На Прошлом Турнире Фабиано Смотрел Фильм Форма Воды Сейчас Походу Смотрел Вот Этот Фильм И Центральная Партия Этого Дня Ян Непомнящий Против Фабиано Каруано Против Своего Прямого Конкурента Е4 Играет Ян И Е5 Отвечает Фабиано Не стал Играть С5 Или Какие-то Более Экстравагантные Продолжения Играет Солидно И Ян Пошел На дебют Четырех Коней С этого Момента Стала Ясна Его стратегия Усушить Просто Отфиксировать Ничью Так-то Он мог бы И Слон Б5 Сыграть И Спанку Ну и Здесь Еще Фаби Слон Ж4 Сделал Ход Не самый Популярный Сыды Играют Чаще После Слон Ж4 Ф3 Слон H5 Ну здесь Может Где-то Ян И мог Поиграть Более Хулиган Стан Типа Ж4 Были Такие Ходы Но Он Решил Что С плюс Три Ему Можно Сильно Не рисковать Слон Бют Ф6 Играет Меняется На С6 Здесь У него Лишняя Пешка Он Пытается Ее Удержать Ферзь Д7 Играет Нападая На С7 Ну вот После Ладья Д8 И Ферзь С5 Шах Чтобы Пешку На А7 Защитить Размена И Ладья С8 Фаби Пешку Отыгрывает Причем Именно Ферзем Сел После Ферзя С7 Ферзи 4 Висит На Ж2 Мат Ладья Е1 Играет Ян Ну а Какой Еще Ход Здесь Делать Если А4 То Ладья С2 Будет Ладья Слишком Активная Поэтому Ладья А1 Чтобы Именно Ферзем Сел Пешку На С2 И А4 Погнал Пешку Вперед Ну что У нас Материальное Равенство Но Отдаленная Проходная Дает Какие Надежды Паби Не очень Аккуратно Поменял Ферзей Не очень Аккуратно Потому что Здесь Пешка Пошла Вперед Стремительно И в какой-то Момент Буквально Одного Темпа Не хватило Белом Чтобы Выиграть Вот здесь Если бы Пешка Стояла На А3 То мы Могли бы Сыграть Даже Ладья Б7 Сейчас Такого Хода Нету Мы Могли Сыграть Ладья Б7 Например На Ф6 А7 И затем Ладья Б8 Это было бы Выграно Но сейчас Такого хода Нету Из-за Ладья Бета А6 К сожалению Такой ресурс Нашелся Слова Первой Горизонтали Тут Белые Могли бы Просто Получить Мат А вот После Ладья Б6 Как было Сыграно В партии Но чтобы Урарскую Ладью Сюда Не пустить Черные Отфиксировали Пешку Здесь Не дали Пройти Дальше Король Ж1 Здесь Какие-то Были попытки Прорваться Королем Вот если бы Король Дошел До b1 Ну например Если бы Фабик Как-то сыграл Ладья С3 Мы Ладья А2 И вот он Бо стоял На месте Тоже Можно было бы Проиграть Спокойно Спокойненько Можно было бы Проиграть Это я уже Запрещенные Приемы Здесь Использую Ну где-то Мы могли бы Сыграть Ну в данном Случай Можем уже Ладья Д5 сыграть Защитить Вот так Ладья И прорваться Королем На c7 Но Фабик Это все Видел Он все-таки Опытный Волк Не пускает Короля Второй Держит Свою Ладью Ну и В результате Вот так Разменяли Пешки Еще И Согласились На ничью То есть Выиграть Не получилось Но Бились Достойно Парни И что Мы имеем В итоге После Этого Дня Я не Помнящий По-прежнему На чистом Первом Месте С результатом Плюс Три У него 7 очков Ну а Нижгири Подобрался Очень плотно К нему Реально Дышит В затылок Паби На третьем Месте На чистом Ну а Грищук С вашим Аграмом Делит Четвертое Пятое Место Впереди Впереди У нас Три Тура Которые Все Определят Три Финальных Решающих Дня А я Вас Благодарю За Внимание Ставьте Лайк Если Вам Понравилось Это Видео Подписывайтесь На Канал Чтобы Не Пропустить Развязку Турнира Претендентов И Узнать Кто Выйдет На Матч Против Магнуса Карлсона Ну и Скачивайте Книгу 21 Критическая Ошибка Новичка В Шахматах И До Встречи На Трансляции 12 Тура Турнира Претендентов